Пионеры хип-хопа В гостях у нас будет Элыч Эл Соло Из Бэт Бэланс команды Да, и он нам поведает о своих первых шагах в хопчике И расскажет про то, что передача 16+, он хотел рассказать Да, вот про это он тоже рассказывает Но, в общем-то, про это он и будет рассказывать всю дорогу Там дальше услышим, что еще скажет Ребята, и сразу хочу, ну, некое поздравление такое 11 декабря, пятницу, вот минувшую, да Могло бы исполниться 45 лет Михею Вот, у нас была программа, посвященная полностью ему, его творчеству Вот, но то была программа, связанная с уходом, в общем-то, Михея А тут день рождения и 45 лет, в общем-то, это круглая дата Не можем об этом не говорить Да, так что, ребята, в общем-то, мы начинаем Программа пионеры хип-хопа Плачет по тебе, Михей, поехали Ходил во тьме так долго света, не видел я И лабиринту конца, казалось, не было, нет А кто-то ставил мне капканы И я попадал, как много надо было мне сил Я верил С тобой одной был С тобой одной жил И свет в окне горел Пылало сердце Меня всегда ждала ты К тебе летел я Куда ушло все, не знаю Забыть бы Забыть бы навсегда Забыть бы навсегда Вы хоть убейте меня, но в жилах моя кровь кипит Мне не купить, не продать, что было Я берегу твои сны, я самый родной для тебя И я останусь твоим любимым Я буду рядом Всегда Молю я Бога Чтоб Он хранил тебя Ой, ты жестока Любовь моя сильна Но одинока Она так больно Так тихо Так горько Плачет по тебе Плачет по тебе Я буду рядом Молю я Бога Чтоб Он хранил тебя Чтоб Он хранил тебя О, ты жестока Любовь моя сильна Любовь моя сильна Но одинока Она так больно Так тихо Так горько Так горько Плачет по тебе 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 Ай-яй-яй, Михей плачет по тебе. Спасибо, Сережа. Супертрек. Петь, смотри, начинают люди готовиться к Новому году. Ты как, потихоньку уже готовишься? Или пока только рэп-мюзиком башка занята? Посмотрим на рэп-мюзике, готов ли я к Новому году. Потому что, братишка, Баста Раймс 5 декабря замутил в Нью-Джерси под открытым небом отличную тусовку под названием Hot the Holidays. В общем-то, горячо для праздничков. Я смотрел это. Он позвал всех-всех. Там нереальное количество нами любимых чертей было позвано. Там и Метод Мэн, и Рэнман. Ву-Тэнг в целом. Ну, практически. Рэйк-вончик. Про кого мы в прошлой передаче говорили. Мэри Джи Блайш, Марая Керри, Пав Дэди, Трайб Кок Вэст, Лил Ким, Шон Пол, Рекросс, Джадакис. Если кого-то парочку не назвал, то, ребята, у них есть сейчас все шансы потом попасть в программу пионеры хип-хопа и услышать как-нибудь другой раз себя. Если им повезет. Ну, в общем-то, да. Будем держать за них кулачки. А ты видел, в чем скакал в Астер Раймс на сцене? А ты вот скажешь. Постоянно шубы менял на себе. Шубы менял на себе просто. Но мне нравится их, в общем-то, дуэтик с Марая Керри. А вообще хотим поставить висичку в Баста Раймс сейчас с Q-типом из Трайб Кок Вэст. И на забываниях Куинси... Да, Куинси Блэк. И песня называется You Can't Hold The Touch. Короче, на пионере пионерим от Баста Раймса. Йоу, поехали. Нью-Джерси, пацаны, всем. Yeah. It's funny how the game change, right? Shit feel all different. You got niggas complaining left and right about how the game feel all fucked up. Niggas only been talking like that since we been sitting out the game. I think the game need us, come on. Let's talk to them niggas. So many nights were spent pondering. Wondering how we gonna come again. My golden rule is not to focus on the fame game. In retrospect, the game ain't the same, man. Their heart and soul is divided. They ramshack their music, no control up inside it now. Look at this, it's all stretched out and nasty. But, letting money pass me? I doubt that. And niggas from the bottom know. Pumping hard, wind, sleet, hail, rain or snow. So, so, you got to get your gate right. No matter what, you got to treat your weight right. On the block, if you focused on greed, then 9 out of 10 times you be bleeding. And then, the analogy is clear to all of my peers. I'm a motherfucking vet. Don't mean to disrespect, cause I, it's great. Bust. Ayo, what happened to the, for the game, for the music? I need realness in my life. Ayo, these niggas in the game don't sound the same. Bust. These niggas in the game don't sound the same. Ayo, what happened? They ain't got an enemy to make a classic. Ayo, what happened? These niggas can't hold a torch, so why I pass it? Ayo, I ain't bringing their names up. These niggas sound trash, straight fouling the game up. You need to change up, change up. Sound so trash, when I see them feel like breaking their frame up. DuPont Registry, talking about somebody else's cars. Motherfuckers better step up your bars. Instead of fronting in the game, like niggas really as stars. Like we ain't seeing through the bullshit. We know who you are. I'm like a blessing to the game. When your shit sound dated, I force niggas to improve. You should be happy I made it. Here to rep the game, fully change my style. I like the weather giving you niggas new shit to make the game feel better. I'm saying, I cook in the kitchen and we make the thoughts connect. You force to humble yourself, give me my big respect. You're hurting the game when your shit sound off, you know. A legend in this shit, that's why I move like a boss, you know. You better be tight, because you can get tossed for sure. Your niggas know what's up. I come correct when money long, because I write rhymes. I write checks. Ayo, what happened to the love for the game? Love for the music? I need realness in my life. Ayo, these niggas in the game don't sound the same. Yeah, these niggas in the game don't sound the same. Ayo, what happened? They ain't got it in an American classic. Ayo, what happened? These niggas can't hold the torch, so why pass it? Oh my God, they come riding around some old dream. And they can't get down. They looking around outside of themselves. And they saying things that ain't really themselves in it. Keep fucking regurgitating the same script. Same hole, same blow, same glock clip. Same drug strip. What the fuck is this? Come on, y'all, raise the bar on this body shit. You sound stagnant, need to progress and grow. Upgrade your punchlines, finesse the flow. Get your concepts and lyrics together, ayo. You drop the bomb shit to step up the pressure, you know. I'm tired of niggas complaining how the game change. Your niggas should step up your game, because you sound strange. That's why you ain't selling no records, check the sound scheme. In this rap shit, I command respect, motherfucker, because I write rhymes, I write chapters. Ayo, what happened to the love for the game, for the music? I need realness in my life. Ayo, these niggas in the game don't sound the same. Yeah, these niggas in the game don't sound the same. Ayo, what happened? They ain't got it in an American classic. These niggas can't hold the torch, so why pass it? Ayo, these niggas in the game don't sound the same. Bust, these niggas in the game don't sound the same. Ayo, what happened? They ain't got it in them to make a classic. Ayo, what happened? These niggas can't hold the torch, so why pass it? Why pass it? Why pass it? Ayo, программа пионера хип-хопа Костолана Петручева. Ждем Эл Соло в гости, где затрещим про хопчик, про рэп-мюзик и про 16+, как обещали. Йоу. Обязательно поговорим об этом. Ребята, некий подарок. Подготовили фанаты своего дела, некие мышаперы. Под эгидой все это Шаолин Джаз, в общем, Ву-Танг, Акапелла Ву-Танг-клан и трубач Дональд Бёрд. И все это называется Бёрд Оверстейтон. Я сейчас вот несколько вещей хочу с этого десочка поставить. Это, по-моему, чуть ли не в начале декабря. То есть, это минуса, получается, джазовые читка Ву-Танга? Да, читка Акапелла Ву-Танга. Сейчас вы услышите шими-шими-йоу-шими-ей. Такую, которую вы никогда не слышали. Да, Old Dirty Bastard. И отличный такой джазец будет от Дональда Бёрда. Это некий, в общем-то, человек, Дональд Бёрд. Очень крутой трубач. Он вообще джазовый человек из 50-х, 60-х годов. Но мне, опять же, очень нравится у него такой диско-фанковый стайл. Там 76-го года супер альбом Places and Spaces. Love Bird, 81-го года альбом. Он на гуру джазматаз, вот эти проекты, у него там светился. Там композиция Лаунджин была такая. Вот. И, в общем-то, вот сейчас оттуда коллаборацию некую послушаем. Мы в виде Apollo Music, песня называется. Там Ghostface Kill'а будет как бы солировать. Потом Шимми Роу, ну, Old Dirty Bastard. И Фёрд Хастл, там вообще как бы тусняк. Отлично все будет. Такой грув от Дональда Бёрда и Ву. И такая небольшая ремарочка, связанная с Ву. Веб-разработчики тут недавно видел, просто наткнулся на игру. Ну, просто рекламу видел. Мне показалось забавным, учитывая стилистику нашей программы. И мы рассказывали про экшена Броунсона и Ghostface'а любим ставить. И экшена Броунсона знамение увидел. Про их биф, короче, между собой. Да, там, ну, Ghostface наехал там на экшена Броунсона. Экшен Броунсон в ответочку. Ну, и там понеслась там, да, слово за слово. Языками зацепились. В общем, ходит теперь друг в другу, маячит перед глазами. Вот, а игра такая, что, ну, типа, Пакмана, там, большая башка, как бы, Ghostface'а скилла. И маленький экшен Броунсон такой скачет. И он, как Пакман, должен там уровни всяких упырей, всяких там пройти там через какие-то там всякие запрещенные вщества. Все это под рэпчину, как бы. И дать, типа, по голове Ghostface'а скиллу. Если у него это получится, то там рэп его жизни будет. Вот такой расклад. Не знаю, не играл, просто увидел, мне показалось это забавно. Очень интересно. Надо файтинг сделать, то есть, чтобы каждый мог играть. Не, я считаю, ну, пускай Илона нафайтится, потом перестанут. Мне вообще оба нравятся. И мне Ghostface, как бы, любимый из Wu-Tang, да, как бы, по манере чтения, там, и экшен Броунсон мне очень нравится. Но все-таки Ghost был раньше, поэтому все-таки, я думаю, ему респекты больше. Больше уважения. Больше уважения. Ну, все-таки, да. Вот, ребят, короче, слушаем три трека от Wu-Tang и Дональда Берда. Аполло Мьюзик, Шэмми Ролл и Фрэд Хасл. Такие вот расклады. И ждем, мол, соло на сегодняшний перетер. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Еще с тоску я вспоминаю свой первый секс И как презерватив мой в процессе слез Испытал, я помню, стресс Волновался долго, что стану папой я в свои молодые годы Может так и есть сейчас Пусть бог меня осудит, как жаль, что не вернусь Далекого детства мелодий, эй, люди, кто со мною был С самого начала посвящаю это вам Ведь нет причин для печали вспоминать Те ночи, я буду вспоминать На те дни, я буду вспоминать То, что было очень глубоко во времени Сколько лет прошло Те ночи, сколько лет прошло На те дни, сколько лет прошло То, что было очень глубоко во времени Те ночи, я буду вспоминать На те дни, я буду вспоминать То, что было очень глубокого времени Сколько лет прошло, те ночи Сколько лет прошло, те Чем больше вокруг меня терок Тем больше вокруг меня телок Чем больше вокруг меня бабок Тем больше я сладок-сладок Чем больше вокруг меня терок Тем больше вокруг меня телок Чем больше вокруг меня бабок Тем больше я сладок-сладок Трите-трите Ножи, слушай Мне нужен разговор с тобой по душе Лучше сначала сижу и трачу деньги Немало в руке с коктейлем Где? В библиотеке В отличие от других клиентов клуба Был в обличье, вызывающим, одет Грубо, дерзко, скичем Заказывал прилично, но платил наличными Как обычно учил барманов приличием Тут чувствую плечом какая-то девица Проходит мимо, недалеко, рядом с другой садится Это кто спросила? Да это Сало Милая Не вздумай с ним иметь ничего такого Ведь Эл не постоянен Часто пьяный, знакомится с сомнительными дамами Снимает их, везет на хату Тоже съемную трудно Представить парня менее серьезного Да я-то знаю у него Даже зеркало в ванной Исписано телефонами Губной помадой Эл, привет, когда новый альбом? Такой услышал диалог я между телом Странно, но я же не знаком с ними даже Наверное, браты же делают мне бывшие С кем я уже делил ложи Видимо, с продажи альбома Буду я в Пежо или в Порше Чем больше вокруг меня терок Тем больше вокруг меня телок Чем больше вокруг меня бабок Тем больше я сладок-сладок Ууу, какие страсти в постели Ты знаешь, что лежал на твоем месте на той неделе Ну и что с того? Да, я сменил белье Если тебя волнует Это именно что? Как я посмел после всего этого? Кто-то, кажется, совсем был не против этого Еще полчаса назад Только не говори, что тебе не рассказали Обо мне подруги твои Мол, живет один холост 25 возраст Заработок для полуночной жизни Образ Работает лишь среди профессионалов Драки Драги особо не интересовали Родом он из города на Волге Все это так Меня как волка Кормят ноги Есть образование и воспитание Что не похоже? Сейчас услышит кто-то До свидания Тебе-то рассказать Ко мне есть чего Родители учебы Первый курс в лучшем случае Еще чего Ты даже к сексу без интереса Вот и все наше общение совместное А о любви мне не говори Это слово Услышит лишь одна девочка с Азова Эй, красавки Хватит сплаки Приходите все на пати Будут пацаны с Волги Чем больше вокруг меня терок Тем больше вокруг меня телок Чем больше вокруг меня бабок Тем больше я сладок-сладок Чем больше вокруг меня терок Тем больше вокруг меня детелок Чем больше вокруг меня бабок Тем больше я сладок-сладок Трите-трите Ай-я-я, вернулись после Эл Солье, некая наступила и некая фреш-новость. И сейчас премьера будет от Снупа и его кузена, двоюродного брата Даст Диллинджера. А новость такая, что в 2016 году готовится их совместный альбом, так и будет называться «Кузенс». Вообще эти парни не только там двоюродные братья, но они еще и крыша по жизни. Хорошие. Давным-давно уже, да, между собойщики там. И Даст Диллинджер вообще такая весомая фигура для Уэст-Коста. Он когда-то начинал, пришел на Death Row и с Доктором Дрэпом помогал на Хронике, но там он не очень сильно засветился. А уже на Doggy Style, Snoop Dogg'овском, и у Топокана All Eyes On Me, там, вовсю как бы... Полноценные фиты. Да, и он один из участников такой команды Dog Pound вместе с Carabt'ом и неофициальный такой член этой же банды Snoop Dogg. Вот, Dog Pound. Даст Диллинджер вообще занимается давно продакшеном, сам подсчитывает. И вообще отличный, и... Отличный чтец, мне он нравится. Такой хороший West Coast, качественный, у него такого щита особого нету по жизни. Ну, вот так я слышал, да, его, что там... Day Dog Pound хороший проект, я считаю, и Carabt там тоже, ну, нормальный. Короче, хорошие такие, подобрались перцы. Вот, и... Так что вот у них выходит альбом, который продюсировать будет такой человек по имени Дэм Фанк. С ним Snoop Dogg работал в 2013 году над альбомом Seven Days of Funk. Вот, и у самого Дэма Фанка, кстати, вышел альбом в 2015 году. Такой человек продакшен приглашает разных людей. Там, в частности, QT по строку, квест у него засветился. Вот, но на таком вот альбоме. А коллаборации, ну, много всяких разных же бывает. Там тот же Snoop с Виск Алифой, там записывался, Метод Мэн и Реднон. Что еще такое? Ну, Basta Rhymes, Метод Мэн и полно хороших. Нет, это фиты, нет, а именно альбомы. Да, альбомы. Ну, Basta Goof из наших, да, там, например. Или Ghostface Recon. Ну, вот так приходит то, что на ум. Вот, и вот такой вот намечается Snoop Pairro и Daz DeLinjero. Вот альбом Cousins. А сейчас премьера от них, потому что в 2016 он только выйдет. Премьера трека, который называется Show Your Ride. Чекаем. Поехали. Йо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok We are hip-hop for life, baby Пионеры хип-хопа Всем привет! Программа пионеры хип-хопа Костелана Петровича И к нам подошел наш корешманище Альбертино Лоретти от хип-хопа Альберт Эл Соло Вот оно как! Альбертино Лоретти! Ладно не Луис Альберто Ну по крайней мере, да, здорово, Альберто, рада тебе Да, всем привет, всем пионерам, кто пионерит с вами, кто лучше нас пионерит и хуже Всем привет на самом деле Тем, кто всегда готов Да, я кстати помню даже, я присягу давал Был пионером, кстати? Да, конечно, был Я даже помню эту клятву Меня подловил тут мой дружок недавно О том, что Который такой коммунист И он говорит Я, говорит, присягу, клятву даю в жизни только один раз И он до сих пор продолжает действовать в борьбе за дело коммунистической партии Не повезло ему с первой клятвой? Не, ну по крайней мере А я был, да, тоже вот эту всю градацию прошел И пионерил, и комсомолил А из пионеров меня, кстати, исключали Был моментик Ну да, я, да, провинился по-пацански Но при этом такого без ада Итак, Эл Соло У нас в гостях Да, вот вырвался буквально из недр 100 про С пылу с жару С пылу с жару, да Сейчас по полной программе готовим Что, у вас тут кипиш, наверное, да? Кипиш, готовим фестиваль Уже вот-вот, буквально через неделю Уже сам фестиваль 19 декабря Рэп-мьюзик 21 год подряд То есть только вдумайтесь С 94 года Каждый год в декабре проходит такой фестиваль Поколение Уже просто Уже несколько поколений просто на нем выросло Конечно, я присоединился в 98-м к этому фестивалю От Волги? Ну, как бы от себя Я присоединился к этому фестивалю Вот в 98-м моя группа впервые на этот фестиваль попала А, скажем так, в 99-м мы уже были как гости В 2000-м я уже начинал быть в администрации этого фестиваля Так что, да, можно сказать, 15 лет моей жизни в хип-хопе Уже в организации этого фестиваля Поэтому очень много дел Сейчас занимаюсь от созвона с группами-участниками До спама по всяким группам По всяким пабликам Сколько в этом году вообще было заявок изначально? Сейчас-то понятно конечный этап Но, скажем так, никто никогда, на самом деле, не ведет подсчет общего количества Но где-то порядка тысячи заявок было одобрено, рассмотрено Из которых осталось буквально 30 претендентов Тогда слушаем трек «Подвезло», как говорится А потом вернемся Поехали Был хороший день с утра до вечера Все как обычно было Делать нечего Упыло Немного денег на батилу тачки Что меня везла домой после дел Удачный хвой сирен Меня оставил Никто не подставил И карта шла в игре И было все в пределах правил У красивой крали Взял я телефон Завтра позвоню ей Узнаю, что у нас будет потом с ней Еще вчера нашел лопатник Пусть там было немного пустяк Но приятно Друзья звонили Из родного города Как здорово Все-таки услышать голоса, что дороги И на пороге я нашел уведомление О том, что попало в чарт Одно из моих творений На радостях меня так развезло Не от спиртного, а просто было хорошо Мне от того, что подвезло Подвезло вчера, а сегодня что-то Не идет игра в руки Не ложится карта Какие-то там звуки Не дают уснуть Но так должно и быть Вчера, было вчера И в этом суть Не каждый день твоя картина выше Не каждый день над головой Бывает грыша Не каждый день на улице Сияет в небе солнце Так же не всегда мои мозги Кружатся в танце Как же быть мне дальше? Ведь день вчерашний Так расслабил Меня не подготовил К жизненным баталиям Сегодняшнего дня Я ждал везения От него Но что-то до сих пор Мне не подвезло Я попал в грозу Девушка отвергла Не дали визу Еще закисло в носу Сломался телевизор Судя по всему Мне одному Быть сегодня ночью Уж время десять А впрочем День еще не кончен Я возлагаю надежды На эти два часа Пусть случится что-то Пусть мне подарят Небеса кусок удачи Я верю в силу своих слов Я знаю, что мне подвезет Как и вчера мне Подвезло И вновь программа Программа Пионера хип-хопа Ребята, здравствуйте Продолжаем пионерить Хитрить И у нас в гостях Альберт Эл Соло И человечек из группы Bad Balance Но не только Bad Balance Было в его жизни Белые братья Вот Петручок, Костелана Ваши уши И ребята Программа 16+, Распространяться не будем Просто примите Как факт Как данность Вот Элыч Ну, только что такой Немного репрезентативный Трючок Который мне просто нравится С альбома Она была Вот Сукой Сукой Была Да Че уж там говорить Вот Не кобелем же В конце концов Как минимум Да, в общем-то Элыч Рассказывай Ты с Волги Я с Волги Привет волжанина От волжанина Это во-первых Расскажи Как появились в твоей жизни Белые братья Вообще Как рэп появился В твоей жизни Так Если по порядку То берем Значит 90-й год Даже возможно 89-й Мне 12 лет Отец у меня записывает С Маяка На кассеты Передача такая была Голос Америки А, Американская 20-ка В ролл На Маяке Была Американская 20-ка Соответственно 20 клипов Среди которых Я слышу Трек Colors 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 На Маяке На Маяке А тогда же Да, да Он был В 20-ку Подождите Не Colors Это был Это I'm Pusher I'm Pusher Куртис Куртис В общем Соответственно Он все это записывал У меня на кассетник Он записывал Потом это переслушивал Вот таким образом Я вообще впитал То есть ICT Можно сказать Через меня пропустил Рэп Отлично Чужой Вот Далее Значит В году Опять же В 90-м Я Мне уже 13 лет Я вышел У нас там В Чебоксарах Есть Арбат Такой небольшой Метров Пятьдесят Шучу Сто пятьдесят Ладно Что я прибедняюсь Там все двести Да Если мы считаем Короче Увидел я там Танцующих ребят Которые впоследствии С которыми я знаком И по сей день Мои хорошие Друзья Вот Увидал Как танцуют Брейкданс То есть Как они одеваются Мне безумно Этого захотелось Тоже Как сейчас Помню Мне понравилось Когда такой Пухлый там Парнишка Кипяток Зовут Кстати Сейчас здесь Работает Где-то Оператор На каком-то Из федеральных Каналов Кипяток Значит Начал там Волну Пузом пускать Он такой Полненький Был Но значит Пошла волна Хорошая волна Волна С цунами Да Снесло Этим Цунами Вот Я наконец Конечно Начал танцевать Я У нас В школе Появился Кружок Кружок Да Хип-хопа Где Человек По имени Червяк Преподавал Нам Брейг-данс Мы конечно Тогда были Дураки Нам все Вот эти Фризы Электрик Буги Были Неинтересные Нам нравилось То что Прыгать Козлом Как МС Хаммер Как Кармен Прыгают То есть Мы все Прыгали Скакали Ну и Грубо говоря Я уже Оттуда Перешел В другой Кружок При дворце Пионеров Где Познакомился С своими Будущими Коллегами Делыми Братьями Вот Они там Тоже танцевали Соответственно Я уже Начал А в девяностом Первом году Я услышал Впервые Тормоядерный Джем Группу Вот И я понял Что рэп Это не только Мальчишник Мне на тот момент Там мне было Реально лет Тринадцать Там о сексе Сразу краснело От слова секс Только Вот А тут Я услышал рэп Черные и белые Я слушал Но черные и белые Все таки был Такой более простой По попсовий Да Был ритм Я кстати Даже был в девяностом Году на их концерте В Чебоксарах Где группа Черные и белые Разогревала Группу русские Такая рок-группа Была Круто В Питере Но танцевали Это неплохо Черные и белые На фончике Нет Они не танцевали Тогда Тогда их было Пять человек Впоследствии Я узнал Что трое из них Это братья Мерзликины Или двое Вернее Из них были Три микрофона Пятером Вот так стоят Вдоль сцены Три микрофона Двое танцуют Локинг А остальные Ребята считывают Вот Я конечно Тогда Это все Меня здорово взбодрило Я начал писать тексты Естественно Первые тексты Это под прямую бочку Эй привет Ребята Эй Подойди сюда Сергей Мы сейчас С тобой вдвоем Рэп танцуем И споем Вот такая история Ну и соответственно До 1994 года Мы уже Ну конечно Была жажда Рэпа Хотелось писаться И вот в 1994 году Мы вышли На какой-то Региональный фестиваль Назывался Стартинейджер Тогда любой фестиваль Да Я помню Филиппыч Филиппыч Да Супер человек Филиппыч Это курил Филиппыч Филиппыч Он дал волну Которая по первому каналу По-моему показывалась И вот И соответственно Такие фестивали Появились по всей стране И вот мы на один из таких попали Который по Чувашии был Мы собрали вот наш весь кружок Там у нас 6 человек было Белые братья уже были Вот И в первый раз Мы вышли на эту сцену Под названием Белые братья Почему Белые братья? По той причине Что я посмотрел кино Где на зоне сидят черные Они все черные братья Я такой Так А мы белые Значит мы будем белые братья Антоним Вот Выступили Считали там рэп Под минус Мальчишника Типа там Это На стартине Что-то там Ля-ля Ну в общем Факт тот Что мы сделали Такой репрезент Двоем с Мухомором Мухомору тогда Вообще было лет 12 Мне уже было лет 15 Весома Вот Считали Первый раз Где-то в зале Стоял Ленин Мы еще его не знали Но ему понравилось Как мы все сделали Не-не-не-не Ребята Не подумайте Неожидший чувачок Это Чебоксевский Третий белый брат Йоу Да вот И буквально на следующий день Он уже пришел к нам В наш этот кружок Танцевальный Сказал Что я тоже танцую Я вас понял Да А у него были выходы Были выходы на друзей Которые катались В Болгарию Там Турция Ну в общем Факт тот Что начались Он был уже весь на шмотках У него были клубники У него были фирменные кроссовки Бейсболки То есть уже фирмач такой был Естественно Музыка была уже Там и пабликенами Альбомы Которые в Чебоксерах Просто не было Вот И все остальное Интересная музыка Вот Которую он нам давал Переписать Вернее как Он переписывал За деньги Ну И делал Вставлял туда И ЧП никто не отменил Вставлял картинку На цветном принтере То есть теперь нам продавал На цветном принтере Это тоже Да-да-да Кассета стоила Дороже Смотри Ленин и Мухомор Я просто помню передачу У Шолохова была И там Сергей Курехин Когда-то просто целую концепцию На тему того Что Ленин это гриб Рассказал Да-да Это Мухомор Это Пелевина история Да-да-да История Но ее озвучил И ее Обосновал Сергей Курехин В программе Тихий Дон У Сергея Ну Шолохова Да-да Ну ладно Это стопудняк Ладно Ленин и Мухомор Ребят заговорили Сейчас вернемся И с нами Эл Соло Группа Белые Братья Песня Жизненный Путь Вот Давайте ее послушаем Поехали Это раннее-раннее творчество Эл Соло Поехали Яркий свет луны Меня пронзает Насквозь Освещая в голове Мои привычную грусть Я одинок сегодня ночью Одинок как обычно Но это не тревожит Так как это привычно Мне я почти лечу куда-то На крыльях тьмы Мне не важно Что не вижу ничего Кроме пустоты Я как остров Что среди морей Не видит даже края мачты Проходящих мимо кораблей Но если кто-то придет Поазис мой Кто быстро обернувшись поймет Он здесь чужой Быть может просто Он пожмет плечами И удивленно растворится в бытие Ему не станет больно Один среди толпы Как волк на псарне Так и я живу Но никого не вижу Вокруг себя Но свет луны Порождает только тень Одну тень Но нет ни тела, а тень Мои тоски каждый день Таков мой жизненный путь Одиночество глыба Так сильно давит на грудь Таков мой жизненный путь Таков мой жизненный путь Лунный круг Надо мною завис Осознавая Что так будет всегда И все что точно я знаю Так это то что один И никого уж не нужно Мне лишь бы было тихо Тепло Дым внутри и вне А за окном идут бои и лишения Но мне не быть насмешек Ваших мишенью Нет Любви не надо Мне лишь дайте покоя Я был и буду вечно тот Кого вы зовете изгой Ведь может завтра Все изменится в мире Будут новые люди Гнить в холодных квартирах Ведь свет луны Будет так же порождать Только тень Но нет ни тела, а тень Сплошной тоски каждый день Таков мой жизненный путь Таков мой жизненный путь Так о ночь все прочь Несется путь Таков мой жизненный путь Такая вот ночь Вот, собственно, последняя фраза этой песни Я выразил свое отношение к этой песне Рассказываю почему, да История такая К тому времени мы начали писаться У нас появился как раз организатор Стартинейджера Он стал нашим продюсером Ты с Филиппыч? Нет, у нас там был местный Организатор этого Стартинейджера Филиппыч это вообще бог был Того звали Миша Кацман И в принципе что звали, сейчас наверняка зовут И дай бог ему всего самого хорошего Тем не менее, вот он решил нами заняться Нашей группой И сказал, ребят, нам нужна песня Чтобы она была, короче, как мальчишник Вот, последний раз я с тобой И говорит, а бит Вот нужен текст, чтобы так было Спокойно, так немножко депрессивно А бит нужен такой, как у Ис Севентин Помнишь, да? Да, конечно Вот, мы, грубо говоря, совместили Я написал, причем у меня вот этот текст, который вот Жизненный путь Первый текст был вообще давно Плохое слово, да? А ты писал? А ты писал? Я писал тексты, я всегда писал тексты Всем Понял, понял Вот, и, значит, фишка в том, что Вот это был второй текст То есть песню про одиночество решили сделать Ленин, кстати, первый раз там спел Да, вот последний куплет Да, да, это было первое его исполнение Именно очень круто Мы выяснили, что, окей, у нас человек поет Ну, сейчас с высоты, конечно, сегодняшнего уровня Мы, конечно, понимаем, что это все детский сад Но, тем не менее, тогда эта песня стала сразу на все радиостанции То есть о группе заговорили Местные или вообще, в принципе? Местные, конечно же, местные Мы сейчас, я говорю про Чувашию Окей, спасибо Где мы находились Вот, и к 97-му году, благодаря тому, что наши песни крутиться начали на радиостанциях Мы приобрели радиопередачу Кстати, как раз наш продюсер это все и устроил нам Сначала она была часовая, потом двухчасовая Потом нас уже никто не останавливал Мы уже до отключения эфира работали Вот, там, часов до двух ночи, по-моему, не отключали Белые братья не такие Да, и, грубо говоря, что нам эта передача дала Тем, что сначала у нас было 50 человек нас слушало Через несколько месяцев нас слушало 500 человек Через год нас слушало уже 5000 человек После чего мы решили Так, пора бы нам сделать сольный концерт Первый большой сольный концерт Ну, естественно, уже в Чебоксарах и Чувашии звезды Крупной величины выступали на всех площадках города То есть даже каких-то денег нам уже начали платить И фишка в том, что, значит, я сказал, что мы стали звезды Концерт Концерт, да Мы сделали большой сольный концерт, большая программа То есть куда в клуб Вернее, это был не клуб, это была концертная площадка Самая большая в городе на тот момент Там можно было сидячих мест было 1200 Так вот, мы туда набили полторы тысячи людей То есть это был фурор У нас был спонсор Букет Чуваши, это пиво Вот, мы заработали первые деньги То есть было все здорово В этом же году мы выпустили альбом Свой по белому-черному называется он На кассетах, только на кассетах Только на кассетах Да, выпустили тираж Кстати, я даже сейчас уже не помню Но несколько тысяч он был тираж Там 2-3 тысячи, не больше Для Чебоксара этого было на тот момент Более чем достаточно На лейбле нашего продюсера Вот, КМПро назывался И уже наш продюсер с этой кассетой Поехал в Москву на встречу с Владом И буквально за 2 недели до рок-мюзика Он с ним встретился Передал ему эту кассету И уже приезжает с хорошими новостями Что нас через 2 недели ждут группу На фестивале рок-мюзика Отлично Вот, мы сняли зал Мы начали репетировать Как мы будем выглядеть Все движения Оттачивали, оттачивали Все делали Занимались В итоге, конечно, по волнению Мы максимум сделали 20% От того, что мы заготовили На самом фестивале Но, тем не менее Взяли тогда второе место Гран-при просто в том году Это был 98-й год Гран-при не было Было первое место Которое взяли типичный ритм Третье взяли Танек на Майдане Конга Ну, по крайней мере, радует тот факт Что ваши Тоже с Волги, ребята Типичный ритм А вы их знали? Да, нет Нет, мы познакомились Прямо перед самим фестивалем Параллельно шли Да, я единственное Их услышал На каком-то сборнике Причем питерском Питерском сборнике Вот как раз песню «Если знаки отлетают, туман пюже» Ну, это самая знаменитая песня Хорошая Мне очень нравится, на самом деле Типичный ритм Так и наши Ареста-девелопмент Я считаю Немножко такой Есть у них такой Фольклор деревни И такого Хопчика Они одни из первых По-моему, даже С пластинок Эти сэмплы Врезали Старороссийских Композициях Ну, да Скажем так, что сэмплы Они брали только Советских Из советских песен Вот Я не скажу, что Битами они там Сильно занимались Избитые у них были Достаточно слабенькие Но дело было не в этом Дело было подача душевная У них была душевная подача Надо признать, да Да, и не сказал бы я, что Особо тексты у них были глубокие Тексты у них были по-своему Такие Природа Красота Верезки Ну, понятно Плеск воды Шум прибоя Да Не, ну, по крайней мере Это было действительно С душевной такой Харизматичной поданностью Да, вот так Да, плюс они Еще их фишка была То есть они ничего не копировали Они одевались В одежду русского производителя То есть там Наши вот эти фуражки Да, да Отечественные То есть, ну, такой вот Такие два парня Скажем так Советских времен Из 80-х Из кинофильмов таких До перестроечных времен Да Чувачки не клерки А работники не и Ну, ладно На рэп-мюзиках оценил В 98-м году И дали им первое место Вы стали призерами На рэп-мюзике В 98-м году На следующий год нам Подарил Хотел сказать Предложил шеф Контракт Тот самый контракт Который Располагал Ну, который Только-только Подписал Децл Да, с Микс Меди Децл И легальный бизнес Децл на тот момент Сделали только Записали песню Щеклип не сняли В пятнице Легальный бизнес Записали только пачку сигарет Ты в самом начале Тогда нам Да, тогда же нам Шеф предложил Этот контракт Этот 99-й год был Так, чувачки Воу-воу-воу-воу Отличная тема На которую я бы хотел Поподробнее Просто поговорить Потому что сейчас Хочется трючок послушать У нас еще есть время Да, пообщаться Элыч, соряй Но так или иначе Хочется такой Репрезентабельный трючок Который называется Эл энд соло Послушать своего Сонечка Опять же Она была сукой Вот А тема, да Влияние твоего Вливания И влияние На Бэк Би Как ты приехал в Москву Я прямо вернусь Сейчас к этой теме А пока Слухаем Эл Соло Эл энд соло Не мудроствую рукава Поехали Сегодня вечерина В стиле латина Но без зала соло Это значит Будет текила Бессоля и лимона Это как кинокартина Подобная такси Но режиссура Не отлюка Бессона Весело Как от шутки Сказанной снова Горячо Словно радиатор Бесто соло Страстно Как основной инстинкт Без Шерен Стоун Из похмелья Когда не найти рассола Может будет Бурный секс Там на пистоне Может вечерина И полна Виапи персонами Увядшими цветами Посреди газона Джаз без контрабаса И саксофона Парализованная публика Разрисована Цветами кубика Рубика Посреди там с пола Пока старая школа Не лежит в основе Этой вечерине Не будет репчины Эл за соло Кто-то хочет Чтоб Эл Спел Кто-то хочет Чтоб Эл Съел, спасибо, Эл уже поел А вот Соло голоден До славы денег женщин в городе, в твоем городе Кто-то хочет, чтобы Эл Съел, кто-то хочет, чтобы Эл Съел, спасибо, Эл уже поел А вот Соло голоден До славы денег женщин в городе, в твоем городе Что общего такого между Эллом и Соло? В чем разница и кто тебе больше нравится? Соло читает рэп Эл читает книги Подача Соло сила У Элла в лирике питается по ресторанам Соло телекатесы разносолы Эл сам себе готовит дома Соло любит яркие шмотки от хип-хоп кутюр Эл не замечает, что джинсы внизу протер Девчонки любят соло, посреди танцпола Эл у барной стойки пиво попивает скромно Склад ума философа, у Элла просто соло Пришел, увидел, получил и до скорого Родители горды за Элла от соло В шоке, Эл изучает людей, соло дает уроки Соло из Москвы, Элл из Чебоксар Элл пьет словом, а соло пьет прямым ударом Кто-то хочет, чтобы Эл спел Кто-то хочет, чтобы Эл съел Спасибо, Эл уже поел, а вот соло голоден До славы денег женщин в городе, в твоем городе Кто-то хочет, чтобы Эл спел Кто-то хочет, чтобы Эл съел Спасибо, Эл уже поел, а вот соло голоден До славы денег женщин в городе, в твоем городе Субтитры сделал DimaTorzok Пионеры хип-хопа Ну, скажем так, что обозначить себя в Бадби-Альянсе на тот момент не вышло Как хоть нам был предложен контракт, о чем я вот рассказывал Вот, мы предпочли доучиться Так, я свой университет заканчивал, у меня еще год был Или у Ленина тоже был еще год университета Вот, а контракт предполагал, что нам нужно переезжать в столицу Что мы и сделали только спустя год Когда закончили в 2000 году Естественно, здесь уже идет... Движняк Движняк, монополия, Бадби-Альянс Нечувашия Конечно Нечувашия Конечно, то есть студия на полгода вперед забита То есть уже, в принципе, нам места не было в этом всем Но, тем не менее, Влад нам сказал, давайте альбом допишите Потому что у нас он был почти уже дописан И мы его выпустим Что, собственно, мы и сделали Я попытался зацепиться, где-то поработать Я катал шары в бильярдной Вот, чем я зарабатывал, собственно говоря, тогда на жизнь Он отставый схлестнулся, я неплохо играю в бильярдик Русский или америкосский? Работал я на американках У меня в моем распоряжении были американки Вот, но я в русский потом стал играть Отлично, все, на русский садимся Это наш нюансик такой, не обращайте внимания Поехали Вот, собственно, альбом мы дописали Я вернулся в Чебоксаре Я доделал его полностью, этот альбом Мы приехали, его привезли На микс-медиу он вышел Это вот крутым «Парням солнце светит всегда» Второй альбом «Белых братьев» Вышел он в 2001 году Тогда же Влад мне и предложил стать Возобновить, скажем так, журнал «Хип-хоп-инфо» Стать его редактором Вот, ну, что я, собственно говоря «Хип-хоп-инфо» именно? Потому что у меня стоп-хоп казалось Именно «Хип-хоп-инфо» Вот, мы с ним сделали восьмой выпуск этого журнала Последний, по-моему Да, последний, он был уже формат А4 Такой тоненький, глянцевый Вот, мы его сделали И после чего вся империя Бэтби-Альянса как бы на этом прекратила свое существование И мы с Владом остались вдвоем И создали компанию «Стопро» Лейбл, звукозапись Магазин, магазин, редакция журнала нового Там я с тобой познакомился Сто процентов мы его назвали Как и лейбл, так и вот магазинчик То есть у нас мы начали новую абсолютную империю создавать Вечеринки под эгидой были Было все Было все, да Да, и вот на тот момент, скажем так, не было Легалайз исчез Вот, поэтому альбом там, который «Каменный лес» Михей в сольниках Да, Михей в сольниках В сольниках альбом «Каменный лес» непонятно кому принадлежит Никто с ним гастролировать не может Вот Это то, что в Нью-Йорке писался, да? Вот тот самый альбом Да, да, да Вот, но тем не менее запросы на бэтбаланс были И шеф мне предлагает поехать как наемным МС Стать третьим человеком, который будет исполнять Второй был Купер Куплеты Второй был Купер, да Вот Между... Между... Между бэчья Бэк-вокал, но не бэк-вокал, а между бэчья Такое Вот, но я тогда сразу сказал, что я куплеты Легалайза исполнять не буду Я самостоятельный и самодостаточный МС Круто Вот, я написал специальные куплеты свои к трем песням Ну, в нашей программе В программе Бэтбаланс Это вот на песню «Казаки», на «Я лечу» и «Звони 02» То есть у меня есть эти вот куплеты, которые я написал, выучил И я вот их считывал на концерт Вместо лиги Ну, то есть... Да, на том месте, где должен был читать лига, то есть были мои куплеты И так мы отъездили несколько концертов, несколько городов После чего мне шеф сказал, а что, давай писать новый альбом И я как бы встал уже равноправным членом группы Бэтбаланс Я помню, у вас была переходящая песня такая, с Новым Годом Было написано «Шеф, Фит Купер, Фит Эл Соло» Но это не было Бэтбалансом, еще на тот момент И спустя какое-то время пошло каждый ваш новый трек Под эгидой... ну, не под эгидой, а под названием «Бэтбаланс» И выходит альбом... Мало-помало Но в этот период они по рукам, видать, ударяют Именно, вот о чем я и говорю, то есть есть переходные фишечки такие? Вот, и тогда же шеф сказал, что давай, мы... у нас Купер сольный исполнитель Я уж сольный исполнитель Тебе нужно тоже сделать какой-то сольный свой проект О чем я уже думал Так как по той причине, что в Чебоксары вернулся Ленин Он в Москве не остался с нами Мухомор пошел работать Дописал все ты Дописал альбом, да, я И, как бы, ну, мне осталась одна дорога, то есть уже идти сольно работать И тогда я пересмотрел свое имя, потому что просто Эл, это было мало Вот, и я стал Эл Соло Эл Сольно стал Да, один, что в переводе с итальянского, соло, один Осоломиевич, Эл Соло Осоломиевич, Альбертин Лоретти, младший Вот, и начал писать свой сольный альбом Который впоследствии, спустя два года вышел Это уже 2004 год был Ну, и закрутилось Bad Balance Сольный Bad Balance Журнал 100 Pro, опять же, еще выходил Тоже ты, по-моему, был главным редактором Да, как раз вот мы, когда создали наш лейбл Мы у нас, соответственно, журнал Мы продолжали заниматься журналом Назвали его 100%, нам нужно было где-то рекламировать наши релизы Наш магазин Вообще, нас, себя, наши проекты Вот для этого мы создали этот журнал Где, собственно, писалось о наших артистах О нашем лейбле Не, это был хороший журнал, действительно был приятный глянец Который можно было взять в руки И было не стыдно Там действительно была хорошая инфа Я помню Сам даже какие-то там Что-то туда писал Там помню про что-то И лейдап там Не помню про какого-то там Раста из ЭВЭ Элчик, ну что, давай Бэтбаланса, трючок, заслушаем Нет проблем Мир будет таким Мир будет таким, ребята, в ваши уши Шмель на припеве Это тот человек, кто, если не ошибаюсь Ёлки преподавал вокал Преподавала Преподавала вокал Да, преподавала Мир кипит, бурлит, мир шумит Открывает двери только тем, кого любит По утрам труби Моторы заводят вечерами Тормозят и в сон тихо клонит Мысли мои выходят Дописывая небеса Там зановь За ними новая земля Виноградная лоза петляет Во времени Человек человека Одаряет новым именем Прорастают семена Мир дарит знания Первый шаг, потом два Любовь, признание Нас сманит Тень из-под ног убегает Электричество плывет по венам Часто коротит город Спит красивый сверху вид Каждый фонарь на каждой улице Говорит, люби, будь любим Слушай ритм сердца Все остальное крутится по инерции Урбан спит под асфальтом мечты Напоминают лишь о суете понари Треснул гранит, бетон и стекло Ночь в параллельный мир открыла окно Урбан спит под асфальтом мечты Напоминают лишь о суете понари Треснул гранит, бетон и стекло Ночь в параллельный мир открыла окно Мир будет таким, каким мы его видеть Мир будет таким, каким мы его видеть хотим Нурбоспит Нурбоспит Репит в глазах мир настолько разный Кому-то вечный бой, кому-то праздник Для кого-то мир уже давно стал войною Кто отвоевал свое, занят любовью Я вижу мир друзей, знакомых, близких Им добавляю колорита, специй, риска Я словно глоток виски со своим миром Но слишком крепок, чтобы стать любимым Я видел мир, где есть богатые и бедные Одних воротит от того, что другим даже неведомо Как правило, одна одного такого с кошельком Приходится вокруг, увы, десяток босиков Для кого-то мир игра сильного и слабого Для кого-то мир она, и большего не надо И пусть он не заметен взгляду постороннему И каждый пусть найдет для себя мир его достойный Урбан спит под асфальтом мечты Напоминают лишь о суете панари Треснул гранит, бетон и стекло Ночь в параллели мир открыла окно Урбан спит под асфальтом мечты Напоминают лишь о суете панари Треснул гранит, бетон и стекло Ночь в параллели мир открыла окно Переплывая океан мечты Мы любим, когда есть что сказать Говорим, смело вдаль смотрим, друг с другом спорим Если мы стремимся к чему-то, значит мы живем Ночью и днем, тик-так, торопит время Виноградное вино давно уже созрело Дрожь по телу, проблемы, температура При этом состоянии фиксируй свою натуру Поднимайся в горы, мир весь на ладони Повозки, кони, узоры, ветер гони Сирены стонут, улицы стоят в режиме Любовь связывает мир нитями простыми Урбан спит под асфальтом мечты Напоминают лишь о суете фонари Треснул гранит, бетон и стекло Ночь в параллели мир открыла окно Урбан спит под асфальтом мечты Напоминают лишь о суете фонари Треснул гранит, бетон и стекло Ночь в параллели мир открыла окно Мир будет таким, каким мы его видеть хотим Мир будет таким, каким мы его видим Мир будет таким, каким мы его видеть хотим Мир будет таким, каким мы его видим Бэт Бэланс на Пионер FM С голосом Эл Соло и Шмеля Это она Не только, кстати, там мой голос был Там Купер был, там Шеф был Не при Шефе будет сказано Я бы вот так сказал, ребята, Бэт Бэланс Мир будет таким У нас в гостях Эл Соло Мы продолжаем тереть о хип-хопчике И пионерить ваши уши Элыш, расскажи, пожалуйста, про твой период Когда вот, ну, ты вел передачку В Чебоксарах И ведь то же самое у тебя вот так получилось Что и в Москве, да, на каком-то радио На хип-хопе, по-моему В общем, была такая история Что как раз мы, кстати, по хронологии подошли 2005 год Нам на радиоэнергия Предложили Сделать передачу Вот, она была у нас в записи Но мы решили ее сделать такой Концептуальной Как будто мы сидели Она называлась, во-первых, студия 100про То есть это наша студия Куда просто приходят разные чуваки Артисты, музыканты, режиссеры Там, кто угодно Просто творческие люди Которые, допустим, из машины захватили С собой дисочек И полностью забирают эфир на себя То есть он приходит С ним никто не общается Он просто говорит Всем привет Я такой-то секой-то Вот у меня тут заваляло А, у меня сейчас в жизни происходит Такая-то ситуация Я занят тем-то, тем-то В общем, что хочет, то и несет Вот И при этом ставить в песни Свои любимые Свою любимую музыку Это может быть даже, ну Относящиеся, конечно, к рэпу К хип-хопу Очень похожая концепция На нашу программу Мне так кажется Я это слышу просто Я тоже, да, люблю Именно знакомить людей С качественной, хорошей, красивой музыкой Мы с Петром Проводим несколько дней В выборе Именно тогда приходила к нам, допустим Такая журналистка Капитолина Деловая Если вы помните МОНСК МК МК Да, и тогда она вам поставила Кровосток группу Мы Познакомила вас Да, познакомила нас С творчеством этой группы И мы такие Переглянулись Такие Извини, сказали Это же вообще не рэп Причем там Какие-то Демки Что это такое Мы это поставить не можем Ну, в общем Кое-как Мы там, по-моему, что-то Повырезав Что-то поставили Из уважения Опять же Капитолине Я вообще не представляю себе Как их можно вообще в эфир поставить В принципе Я ребят-то знаю Я их очень люблю И дружу с ними давно И с Антоном И с КТ Вот И недавно на премии Я гермейстер Я там в жюри участвовал Познакомился с третьим их участником Они, кстати, взяли Как лучшая рэп-группа И альтернативная рэп-группа Да, в России Вот Просто я не представляю Как в эфир-то можно ставить Как у вас там Хоть одну вещь Как могла пройти В общем, ну, я сидел Вырезал Я сидел Вырезал каждое слово Причем, что самое смешное То, что все рэперы Которые приходили Там русскоязычный рэп Там практически У каждого второго Мат Обязательный Вот И я тупо сидел Ночами Монтировал потом Когда мне уже все Все приносили Всех я отписал У меня собиралось С материала И я вот сидел Монтировал По ночам Вырезал Я где-то я переворачивал Реверс сделал В общем, этого всего Получалась сплошная Одна песня В общем, ну, получалось Весело достаточно И Тем не менее Эта вся канитель Продлилась Аж два года Самое смешное То, что мне приходилось Сделать шесть программ Перед выездом в тур У нас каждое лето Мы выезжали в тур Там, допустим, на месяц На целый месяц У нас был тур по Украине А мне нужно было Прикиньте Сделать передач Набрать, чтобы у меня там С запасом Чтобы я не приехал Сразу сел Чтобы хотя бы, да Неделька у меня еще в запасе была И вот Я тогда, конечно, вешался Но, тем не менее Тем не менее Два года мы отработали Регионы нас С большим удовольствием Слушали Эти у нас передачи К нынешнему рыбчику В России К зарубежному Что радует? Просто интересно вообще Что слушаешь там Из фирмачей Из наших Или просто что-то радует Не обязательно это новое должно быть Да, что-то просто Вот мне интересно К чему душа лежит Я боюсь вас всех разочаровать В последнее время Радует меня Очень мало что Не знаю По какой причине Может быть Я Шикарная группа Очень мало что Я обожаю Очень мало что У меня есть три альбома И не считая Тех двух епэшек Которых не принято Говорить слух Скажем так Даже уже у меня Времени нет Абсолютно его слушать На работе я Занимаюсь музыкой Скажем так Вне работы Я ее стараюсь Вообще не слушать Ты как профессиональный футболист Который Всегда у тебя есть время Ее сложить Слишком много ее Чтобы что-то нравилось Ну Хотя И честно вам скажу С появлением там Новых стилей Новых тенденций Я все равно стараюсь В них не никнуть Потому что я все равно Работаю на нашей студии Это профессионально Работаю на нашей студии Пишу биты Делаю аранжировки Записываю Продюсирую песни Как бы Мне нужно знать Что сейчас актуально Что современно Я могу легко Сделать и трэп И дабстеп И все что хочешь То есть с конъюнктурой рынка На ты Скажем так Или я с конъюнктурой На ты Вот Из-за рынка Круто 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 Вот Ну как правило Разные клиенты приходят Я работаю с разными Абсолютно артистами Поэтому нужно это все Сделать красиво И современно Широко Вот Да Я все таки музыкант Изначально Широкую на широкую Я же Нет На узкую на узкую Я вам скажу Больше То есть у меня есть Музыкальное образование По классу скрипка Естественно Пока я учился В музыкальной школе Ты как кузнечик Зафиликаешь на скрипке Я скажу так Что Когда я был возраст Кузнечика Я филикал Сейчас я уже конечно Я уже лет Двадцать пять Наверное Не брал инструмент в руки Вот Но тем не менее Это все мне дало Хорошо развиться Моему слуховому аппарату Вот И очень радует Что медведь мимо прошел Когда ты упал И на ухо не наступал Там медведем И не пахло И не пахло Ребята Фрэш от Элла Прямо сейчас Актуальный Падает рубль Ребята Видите Год прошел Ну как У нас постоянно Пожитие падает рубль Ну и пусть зато прозрачный свет Вот Ну да От улыбки Станет светлее Пусть в вашей жизни Не падает только рубль Да Вот Актуалочка Ребята От Элл Соло Фрэш Послушаем Давайте Поехали Йо Когда вокруг тебя Одно вранье и ругань Давай держись Не падай рубль И пусть весь мир Против тебя настроил Рупор Что ты не прав Не падай рубль Я мог все бросить И уехать на Бермуды Но я с тобой Не падай рубль Пока нам весело Пока не дали дуба Все будет губ Не падай рубль Хранил я деньги Не в долларах и леврах Как миллионы других И был неправ, наверное Весь пятилетку Расстрана Нам треплет нервы На них играю курсом В пункте валют Обмен От санкций Арий До цены за бары Мой рубль Претерпел Последствия аварии Шел Подскользнулся Упал Потерял сознание Очнулся В стране Другой цена Образование У меня был рубль Как единица Денег Ни на что не тратил А стало Пятьдесят копеек Пока нам сели Говорит причин Нет для истерик В то время Кто с деньгой Родной Покидает берег Пока по всей стране Идет вооружений Гонка Я нахожусь В бегах За средствами Для ребенка Нам обещают Что подешевеет водка Осталось выпить Только Курс падает Все ниже Ниже Инфляция Все выше Выше Мой рубль Божий Упал Уже на полшестого Быть может Выписать Виагру Для его подъема Чтоб мог гордиться Я Мог веселиться Я Мне нужен рубль Крепкий Как броня К нему еще один Потом еще Еще Со мной поехать В Сочи Детка Как на счет Когда вокруг тебя Одно вранье и ругань Давай держись Не падай Рубль И пусть весь мир Против тебя настроил рупор Что ты не прав Не падай Рубль Я мог все бросить И уехать на Бермуды Но я с тобой Не падай Рубль Пока нам весело Пока не дали дуба Все будет гуд Не падай Рубль Вчера зашел Купить томата В супермаркет Такие цены Будто они С изумрудной грядки Люди у прилавков Делят остатки Очередь на кассу В давке Кассив за парки Потом заехал На заправку Дам погавку Коммерсантов Из дефтянки Наказать бы Замагавка СМС от банка Подняли ставку Отдав кредит Остались бабки Только лишь на завтра И то на завтрак Бамма гадкий Устроив дикий запад Он считает себя джангом Доллар это культ И в штатах самый важный Но нам не страшно Это грязная зеленая бумажка И теперь миллионеры плачут Летом не в Париж Едут, а на даче И в кафе не оставляют сдачу Даже в платном паркинге Не ставят тачки Рубль ты держись Не падай У нас большие планы После Крыма надо взять еще много Майданов Не важно где это Бермуды или Вагамы Завтра полмира скажет прямо Fuck you Obama Yeah Скажет Fuck you Obama Fuck you Obama Yeah А еще, Эл, ты знаешь этот анекдот Когда рубль заходит в бар А бармен говорит Этому не наливать Он и так падает Когда вокруг тебя Одно вранье и ругань Давай держись Не падай, рубль И пусть весь мир против тебя Настроил рупор Что ты не прав Не падай, рубль Я мог все бросить И уехать на Бермуды Но я с тобой Не падай, рубль Пока нам весело Пока не дали дуба Все будет гусь Не падай, рубль 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 Как вы поняли Здесь я был не один Здесь я был вместе С моим другом Оги Исполнителем Который уже два альбома У нас выпустил на лейбле Мне нравится Как этот чувак думает Что он делает Что ты есть родственное в душах Вот такое Ну по хип-хоп Валент Да И то есть я ему такой Слушай, говорю Тема такая Не падай, рубль Давно хотел написать Как раз Когда рубль пошел вниз Актуально Актуалочка Да Всю свою злость По этому поводу Высказать Вот И он меня поддержал Элыч, давай прорекламируем То, что на этой неделе Все-таки грядет А это рэп-мюзик Так, нифига себе Если что Конечно 21-й 21-й фестиваль Рэп-мюзик 19-го декабря В клубе Lookin' Rooms 18.00 Начало 18.00 Абсолютно верно Находится на Тверской Прямо метро Пушкинская Прямо В центре некуда Если кто-то С Чеховской идет То мы вам не завидуем Идти вам целых Две минуты До Пушкинской Не меньше Ребята, там увидимся Вот Последние, скажем так Лет пять Мы уже проводили В этом клубе Такая уютная Домашняя атмосфера Достаточно, да Вот Собираются все Друзья Которых мы не видели Практически целый год Раз в год Перед Новым годом Раз в год, да Перед Новым годом Это такой наш корпоратив Именно Я, кстати, там поиграю Петя нам сыграет Да, я хотел добавить Что вот Как раз Что это корпоратив Настоящих ценителей Хип-хопа В ком еще Кто еще знает, что такое хип-хоп Кто еще знает Атмосферку Да Рэп, какой он был раньше Как он видоизменялся Вообще вся культура В целом Вот Добро пожаловать все туда В глубину Петя нам будет Нас сопровождать музыкально А мы сверху пожурим А мы сверху обязательно будем журить К нам придут много гостей Победители этого фестиваля Разных лет Участники, да Да, они споют свои треки Это все помимо участников Конкурсные программы У нас будут Автопати Где-то будет? Автопати обязательно будет Где-то у нас закончится фестиваль В районе 12 Мы все толпой дружной Поедем На чистых прудах Клуб Парковка Называется После 12 Да, да, да Там тоже у нас еще больше выступающих Желающих Фестиваль Фестиваль Как бы все участники фестиваля Сойдутся в большом фристайле Поэтому, ну Праздник хип-хопа Предновогодний Как мы любим Как мы можем пропустить Вот именно Ребята, сейчас небольшая пауза А чуть-чуть попозже вернемся Простимся Пионеры хип-хопа Отшумели уж Наши хопчики Ребята, закончилась программа Очередная неделя Костелана Петруччо Эл Соло был у нас сегодня в гостях Ю Эл, спасибо большое, что пришел Большое тебе спасибо, Альберт Да, не за что Пионеры Как пионер пионеру друг И товарищ И товарищ Будем всегда готовы Ребята, хотим поблагодарить Опять же Страну Города Регионы За то, что слушаете За то, что мы вам нужны Ребята База Кока, Лео Пум Петя, наш кореш Спасибо всем Грядет рэп-мюзик Да Так что там все и увидимся А через неделю Тупо услышимся А сейчас Легенды гангстеров От Бэт Би Всем удачи Поехали Город тумана Неоны и камни Дым растворился В воспоминаниях Ночь скрывает время За дверью Легенды Таятся В городских стенах У нас все следом Забытые имя Дни исчезают В потоке времени Улицы верили Верят и будут В легенды Что пыль остаются И будут Суди отсудят Слова пророка Те, кто не видит Дальше порога Долгой дорогой На встречу к себе В каждой легенде Глава о тебе Легенды Летят легенды Обкупая Горитвы ветром Ярким Освещая Светом Легенды Гальстеров Мы будем Это помнить Память Должна гореть Мы будем Это помнить Память Должна гореть Лица Эхо В косых Коридорах Улицы города Пишут свои законы Делят на зоны Солнечный свет Город Аж тень от легенд Тысячи лет Строчками пекла Покрывал криминал Пурпурное небо Легким ветром Встречал он рассвет Выстрелы в небо Стучали в ответ Оставили свет на стекле И в бетоне Тайны хранятся В бездомном море Отцы и доны В каждой семье История имени Их на стене Легенды Летят легенды Обкупая Горитвы ветром Яким Освещая Светом Легенды Гальстеров Мы будем это помнить Память должна гореть Мы будем это помнить Память должна гореть Потертая пленка Лица в кино Улыбка сигаром В бокале вино Несуя огнем себе Путь на вершину Каждый ребенок Станет мужчиной Путь длинный Жестокий Красивый Гангстеры пишут Годами картины Ритмы и мотивы 20 века Урва на улице Льются как реки Золотым светом Ломая портреты Люди рассказы Превращают в легенды Чужие победы В небе звезда Все это хранят города Легенды Летят легенды Обдувая ритмы ветром Яким Освещая светом Легенды Гальстеров Мы будем это помнить Память должна гореть Мы будем это помнить Память должна гореть Легенды Легенды Летят легенды Обдувая ритмы ветром Яким Освещая светом Легенды Легенды Гангстеров Мы будем это помнить Память Должна гореть Мы будем это помнить Память Должна гореть Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова